Привет! Меня зовут Георгий Раут, это канал Папа Медиа. Сегодня поговорим о том, что произойдет 3 октября в России, а 3 октября пройдут масштабные учения в условиях военного положения, впервые за всю историю России. То есть это будут созданы условия, ну не условия, а как будто бы произошел ядерный удар, 70% жилья разрушены, как будут в этой сети действовать те люди, которые должны... То есть просчитают ситуацию, то есть порепетируют подобный исход событий. О чем это говорит? О том, что подобный исход событий они считают вполне вероятным. А это может произойти после чего? После ядерного удара. То бишь они понимают, что когда они... Или в том случае, если Путин решит нажать на правильную кнопку, к ним придет ответочка, и они хотят посмотреть, смогут ли они как-то дальше выжить, эти тараканы. То есть если 70% разрушенного жилья, то, считай, больше половины России будут стерты с лица земли, вполне возможно, как раз будут отбитывать и атаки, хотя они будут самые сильные как раз по Москве и Питеру, поэтому, наверное, Путин будет пятаться в другом месте, когда будет этот вяберный удар. И вот он там хочет глянуть, что же будет. Я могу сразу сказать, что... Ну, как это будет... Как я это вижу. Будет очень сильная разно... Люди не будут понимать, что дальше делать, потому что любая учеба, любой тренинг, он должен быть постоянный. Если вы один раз отрепетируете, это вообще ничего не даст, это вам скажет любой человек, и начинает от военного и заканчивая, ну вот там, или какого-то спортсмена, заканчивая артистами. Только тогда тренировка дает какой-то эффект, когда она регулярная, постоянная. Первый раз за всю историю такую штуку провести, ничего это совершенно не даст. Просто она показала всему миру, что, ага, они к чему-то готовятся, или они на чем-то чего-то боятся. Тут понятно, чего они понимают, что за их агрессию, за их убийство мирных людей, к ним придет ответка. То есть Путин понимает, что он проиграл. Последний его довод, последняя возможность, это ядерный удар. Притом не обязательно, что по Украине. Поэтому он готовится к тому, что к нему придет ответка. В своем бункере он, так говорится, вершит судьбами. И вы, россияне, вот этого человека, этого деда бункерного обосранного любите. Ваше право, но хана вам тоже будет, как и ему хана, так и вам хана. Это вы это придумали. То есть вы не верили в мобилизацию, вы не верили в... Вы всегда его поддерживали. И вот теперь пришли к тому, что вас сейчас просто убьют. Вот так вот прилетит, потому что он, ваш царь и бог, решит пойти на такой кардинальный шаг, как красная кнопка, как ядерный удар. И в ответ к нему, конечно же, прилетит несколько... Ну, ответочка такая, которая подобная тому, что он сделает. И вы погибнете из-за его решения. Как он может вам... Как вы можете его поддерживать, как он может вам нравится? У меня в голове не уменьшается, но я понимаю это, потому что вы тупые. Ну, то есть у вас в голове мозгов нет, у вас там маргарин, телевизор давно это все уже там вычистил, и у вас там только вот эти пять букв Путин, 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 Путин. Больше у вас там ничего нет в голове. Ну, тогда как бы вы этому миру как бы и не несете никакой ценности. Если вы любите диктатора, если вы поддержите диктатора, если вы поддержите убийц, насильников и мародеров, то от вас пользы ноль. Так что когда вы исчезнете, плакать никто не будет. Извините, но это так. Поэтому еще раз подумайте над своим, как в школе скажу, над своим поведением. Подумайте над тем, кто над вами стоит, если у вас хотя бы осталось зерно еще разума. Подумайте над тем, что происходит, как Россия сейчас, она пытается испортить жизнь всему миру. Ваша страна, ваш президент и вы также виноваты, потому что вы его выбираете, вы стоите за него, вы не хотите встать, взять вилы и посадить его на эти вилы. Вы боитесь. Вы не только тупые, вы еще и трусы. Но надеюсь, найдутся люди, которые это прекратят и придут и этого Путина, и всю угрюку посадят на кол, на кол, и он будет на задание долго висеть. То есть Ленин будет лежать, а Путин будет висеть. Надеюсь, так и будет. Нет, я верю, что так и будет. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!